Субтитры делал DimaTorzok Я зачитываю вам. Талмуд Тура Киньяна Тура Мудиналит. Хейдер, то есть место, где школа начальная для мальчиков. Киньяна Тура, приобретение Торы. В городе Мудиналит, там, где я живу. Мисибат, вечеринка или праздничный вечер. Сиюм Седер Мойд. Это окончание части Мишны, которая называется Моед, Седер Моед. То есть, всех трактатов, которые связаны с еврейским календарем. И вот есть эмблема. Это этикетка. Ее специально распечатали, напечатали для бутылочек, которые поставили перед мальчиками, которые закончили вот этот вот раздел Мишны, связанный с еврейским календарем. В этот раздел входят трактаты Суббота, Эйрувин, трактаты Йомтов про праздники, бейца, который называется. Трактат Рошешана, который мы сейчас изучаем здесь на сайте. Трактат Йомат про проемки Пур. То есть, все законы, связанные с еврейским календарем, это мальчики изучают, начиная с конца третьего класса по середину пятого класса, они изучают эту Мишну. И вот мой второй сын, которого зовут Йони, он закончил. Дело в том, что я, как правило, стараюсь свою личную жизнь не выпячивать здесь на блоге, поскольку, во-первых, это не скромно, во-вторых, этого достаточно уже, по крайней мере, что этого не скромно. Но здесь я хотел бы поделиться вот каким-то таким чувством, которое меня посетило, вот когда я увидел вот эту вот этикеточку. Дело в том, что подумайте. Значит, мальчики 10,5-11 лет закончили раздел Мишны. Ну, вроде бы, что такое? Ну, закончили они какую-то книжку, достаточно большую, достаточно внушительную, прошли, повторили, знают ее неплохо. Все, да. Можно было бы, как бы, пойти дальше, закончили книжку. Начинаем с следующего. Нет. Дело это из этого, на самом деле, прям такая корпоративная вечеринка такая. То есть, мальчики эти чувствуют, что к ним приезжают в гости их дедушки, их папы, мамы. Готовится для этого все. Снимается зал, торжест. Ставится огромный плакат. Вот такой же, как здесь, только вот на всю стенку, да. Они садятся на постамент, как бы, да, на высокое такое. Их спрашивают, там, папы, дедушки, приезжие знатоки Торы, спрашивают. Они видят, насколько они хорошо знают, они действительно очень хорошо разбираются. И вот эта вот маленькая бутылочка, она показывает, какая работа стоит огромная за вот этим вот вроде бы небольшим праздником. И вот эта вещь, которая меня поразит, вот в этой новой системе, это называется система Зихру, когда детки учатся хорошо, что называется, правильно зазубрить вот этот текст Мишны, они его знают, понимают и получают от этого огромное удовольствие. Это и приучают, приучает их к любви к Торе и к любви к повторению законов Тора. Это огромная вещь, они получают вот это вот удовольствие от учебы. И часть вот этого процесса, это то, что вокруг них есть столько внимания. И вы можете сказать искусственно, да, вы можете сказать, что как бы, ну, какие-то малыши что-то закончили. А наши мандерцы говорят не так. Наши мандерцы говорят, что мир стоит на вот воздухе из уст малышей, которые учатся у учителя в Хейдере, стоит мир, понимаете? И вот это вот, когда на корпоративной вечеринке какого-то концерна или какой-то крупной фирмы делают вот такие вещи, вы это понимаете, да? Это понятно, да? Действительно, это часть вложения в то, чтобы наши работники чувствовали себя единой командой, чтобы они понимали, что у них есть общее дело, которое они вместе делают. А как мальчикам 11-летним дать почувствовать важность того, что они делают? Как это сделать? Там был на этом вечере дедушка, ему лет 65, он говорит, я 50 лет назад тоже учился, говорит, в Хейдере. Ну, получается, больше, да? 50 лет назад, говорит, я тоже учился в Хейдере. У нас не было таких вечеринок, у нас не было такого праздника. Но сейчас я вижу, он говорит, что нам не делали этого, но я вижу, что это делает, это дает им такое движение, такой момент, такое желание, так сказать, двигаться вперед, такое ощущение важности собственного дела, что это продвигает их на невероятные высоты. Он говорил про своего внука, который уже закончил с ним вместе, не один раздел мечны, а несколько. Он говорит, что вот это такое как бы, как бензин в двигатель, да, вот эти вот вещи. И вот до самой маленькой детали, до вот этой этикетки на бутылочке, понимаете? И вот это вложение в них, и пироги, которые испекли их мамы, и сладости, которые они принесли, и вот это вот танцы, которые там сделали, все это для того, чтобы мальчики почувствовали, до какой степени делают важное дело. И вот когда они в этом возрасте вырастают с этим ощущением, получаются люди, которые любят Тор. И это на самом деле, так сказать, и в этом и есть удачная идея, удача, правильная система воспитания в Торе. Создать детям любовь к Торе, любовь к изучению Торы, привить это с детства. И тогда написано у царя Соломона, да, что даже когда он состарится, он не уйдет с этой дороги. Большое спасибо.